Приветствую вас друзья, вы находитесь на канале Сурвагер, меня зовут Руслан, а на ваших экранах очередной 26 выпуск новостей по игре 7 Days to Die. И на повестке дня у нас новое видео от Джоэла. Видео выходит нерегулярно, а потому рекомендую подписаться на канал и жмакнуть колокольчик, пригодится. Ну а мы приступаем к обзору видео от Джоэла. Гирокоптер Итак первое что показал нам Джоэл в своем новом видео это гирокоптер. О нем шла речь в моем прошлом видео, которое вышло буквально день назад, но на тот момент у меня не было материала, чтобы показать вам как это может работать в игре. Сегодня же у нас есть возможность очень примерно оценить работу будущего гирокоптера в действии. Как выразился Джоэл, гирокоптер возможно не попадет в 17 альфу, но шансы видимо все таки есть. Работа над программированием гирокоптера начата только в прошлую пятницу, и то что мы сейчас видим это только первые результаты. Как принято сейчас говорить, то что вы сейчас видите не отражает качество готового продукта. Так что случайные мертвые петли и прочие трюки высшего пилотажа в исполнении Джоэла вполне закономерны на данном этапе. В начале видео мы видим, что Джоэлу удалось поднять гирокоптер в воздух совсем без пробега, практически с места. На самом деле взлет будет происходить по-другому. В прошлом видео я говорил о том, что для взлета и посадки гирокоптеру понадобится взлетно-посадочная полоса, и как примерно это должно работать Джоэл показал вот в этом моменте. В полете сейчас заметно, что если отпустить педаль газа, то этот тестовый образец гирокоптера просто зависнет в воздухе и даже не станет снижаться. Для снижения ему необходимо в данный момент задать направление вниз с помощью мыши и опять начать движение вперед. Когда же гирокоптер будет готов, то это будет работать следующим образом. Для взлета гирокоптеру понадобится разогнаться до определенной скорости, как в случае с самолетом. Для посадки также понадобится участок ровной поверхности, а если отпустить педаль газа в воздухе, то гирокоптер продолжит движение вперед с меньшей скоростью, постепенно теряя высоту. Я думаю, что именно так и будет происходить процесс приземления. Кстати, из гирокоптера при необходимости можно будет выпрыгнуть в нужный момент. В этом случае персонаж закономерно и стопроцентно камнем рухнет вниз, а гирокоптер по идее должен будет спланировать и сесть где получится. То, что в этот раз гирокоптер просто вертикально сел на землю, моментально потеряв скорость, скорее всего, не доработка. Также тут хочу обратить ваше внимание на полоску здоровья персонажа после падения с гирокоптера. Как видите, она теперь тоже имеет три состояния – красный, серый и светло-серый. Что это и как работает, нам, скорее всего, придется разбираться уже после выхода 17-й альфы. Но это точно связано с обновленной системой здоровья и самочувствия, информация о которой держится разработчиками в секрете. На форуме у людей сразу возник вопрос, а можно ли будет несущим винтом гирокоптера изрубить зомби на кусочки? Помните, как это было в фильме 28 недель спустя? Разработчик Fatal сказал, что ему понадобилось всего несколько мгновений, чтобы представить, как это будет работать, и он пообещал, что постарается это реализовать. После увиденного на форуме появилось мнение, что после введения в игру гирокоптера многие просто смогут, летая на нем, переждать таким образом ночь орды. Разработчики заявили, что это вряд ли получится, как минимум потому, что в ночь орды к нам также будут прилетать стервятники, которые вполне могут атаковать гирокоптер. И двух стервятников вполне хватит для того, чтобы сломать несущий винт гирокоптера и тем самым опустить нас с небес на землю. И еще одно. Звук гирокоптера будет изменен. Скорее всего гирокоптер будет звучать, как мотоцикл, который вы услышите позже в этом видео. Теперь, что касается управления транспортом в игре с помощью мышки. В комментариях под прошлым видео вы написали мне множество отзывов о том, что подобное управление неудобно и что все привыкли к классике управления кнопками WASD, а не мышкой и прочее, совершенно не вникая в детали. Давайте разберемся, как будет работать управление мышью. Итак, плавные повороты на транспорте в нужную сторону можно будет делать с помощью мышки. Это добавит плавности при поворотах, без необходимости закликивания нужной кнопки управления. Управление мышью особенно будет удобно при управлении гирокоптером, когда его нужно будет направить не только влево или вправо, но также вверх и вниз. В то же время, если скорости поворота вам в какой-то момент не хватит, вы всегда сможете подрулить в нужную сторону с помощью стандартных кнопок управления. Обзоры прицеливания во время езды и полета будут реализованы с помощью зажатия правой кнопки мыши, так что те, кто переживал за возможность обзора при использовании транспорта, выдыхайте. Вообще, И управление будет реализовано так, как решат разработчики. Просто получится так, что те, кому подобное управление нравится, получат приятный бонус. Двигаемся дальше. Обратите внимание, на каком расстоянии во время полета гирокоптера прорисовываются деревья. В прошлом видео я говорил про дальнюю прорисовку деревьев, когда мы обсуждали скриншот гирокоптера. На момент выхода этого видео, дальняя прорисовка деревьев уже была подтверждена разработчиками. Так что пессимисты могут, как обычно, прощаться с фпс, а остальные просто радоваться. Внедорожник. Опять же, как я и говорил в прошлом видео, внедорожник был доработан. Давайте посмотрим, что же изменилось. Если в прошлом видео Джейла мы могли наблюдать, как внедорожник подпрыгивал буквально на каждой кочке, то сейчас из него сделали просто настоящий танк. Ну или бульдозер. Тут кому как нравится. Для внедорожника теперь даже мелкие деревья и валуны не являются препятствием, не говоря уже о кактусах, корягах и прочих мелочах. Большие деревья внедорожнику также оказались по зубам, правда на них пришлось потратить чуть больше времени. Обидно только то, что при уничтожении деревьев и валунов персонаж не получает с этого ресурсы. Наезды на бочки с топливом, как и столкновения с седанами, приводят к взрывам, которые пока что не наносят ущерба ни внедорожнику, ни водителю. Но думаю, это еще будет добавлено. В целом внедорожник стал вести себя на пересеченной местности более уверенно. Правда при заезде на мост внедорожник повредил его своим забралом, что не очень хорошо. Разработчики говорят, что этот мост плохой, что там подъем под углом в 45 градусов и заезд на него скорее всего сделают ровным. Но мне бы все-таки хотелось иметь возможность или снимать это забрало, или иметь возможность ездить с поднятым забралом и опускать его только по необходимости. Потому что ладно там камушки, деревья, кучки мусора и даже седаны он сносит, но что если на его пути встретится стальной бордюрчик? Его конечно можно будет преодолеть задним ходом, но в этом мало приятного. Управление внедорожником с помощью мышки также показало себя с хорошей стороны. Пока вы едете по прямой, вам достаточно просто зажать кнопку газа и корректировать направление с помощью мыши. Если вам вдруг необходимо резко куда-то свернуть, просто зажимайте стандартную кнопку поворота, и привычное вам управление снова в действии. Мотоцикл. Мотоцикл также был доработан. Ему увеличили урон по препятствиям. Теперь он также с легкостью сносит разного рода мусор и мелкие камушки. Думаю с кактусами и растениями юки будет то же самое. Звук мотоцикла также со слов Джоэла был переработан. Тут сложно разобрать, то ли звук мотоцикла стал тише, то ли у Джоэла в целом звук игры снижен, непонятно. По крайней мере монотонность жужжания двигателя в долгих поездках, как мне кажется, не будет теперь сильно раздражать. Вот если бы еще разработчики также над звуками бурой бензопилы поработали, это было бы многим в радость. Когда персонаж Джоэла слез с мотоцикла, тот полностью остановившись запрокинулся на бок. Джоэл назвал это прямо таки хорошим вниманием к деталям. Ну не знаю, почему тогда персонаж не опирается на ногу, когда он просто сидит на мотоцикле, который никуда не двигается. Это же логично. Движение транспорта в воде. Ну и последнее на сегодня и опять же то, о чем я уже успел рассказать вам в прошлом видео, но не смог показать, теперь можно увидеть своими глазами. Теперь транспорт при попадании в воду не будет блокироваться, как это сейчас происходит с минибайком. При попадании в воду мы сможем продолжить движение, но скорость перемещения у нас будет существенно снижена. Это значит, что таким образом преодолеть неширокую реку мы вполне сможем, а вот более-менее глубокое озеро вряд ли. Более подробно об этом вы можете узнать из предыдущего моего видео, ссылочку на которое я оставлю в описании. Единственное, что тут хочу отметить, так это то, что пока вода никак не реагирует на появление в ней транспорта, ни брызгами, ни волнами. Как будто с ней ничего не происходит, но брызги обещали добавить. И, как обычно, немного информации с форума. На форуме посетитель заявил, что у него никогда не возникало проблем в ночь рды, если он был на минибайке, что он себя чувствовал в полной безопасности. На это разработчик Fatal ответил ему достаточно так туманно нечто вроде «Баааа, безопасность минибайка?» Подожди, дождись момента, когда мы добавим зомби-байкера-бандита. Вот тогда посмотрим, посмотрим. Мне вот аж мега интересно стало, что же такое сможет сделать этот самый зомби-байкер-бандит? Вот прям интрига. Он тоже сможет ездить на мотоцикле? Следующее. Такой огромный урон, который на видео наносит внедорожник, это временно. В готовом виде внедорожник не сможет так запросто взрывать седаны и сносить большие деревья и валуны. Следующий вопрос коснулся того, что давно не было слышно новостей про NPC и искусственный интеллект зомби. Фаотал ответил нечто вроде «Одни вещи показать намного легче, чем другие, но работы идут полным ходом». Следующий вопрос коснулся того, что мешает разработчикам дать нам возможность кататься на седанах, разбросанных по карте. Фаотал ответил, что модели этих авто не подходят, так как колеса не отделены от металлического каркаса. Разработчики могли бы это сделать, но есть гораздо более приоритетные задачи. И последний вопрос, на который ответил Фаотал, был задан мной. Коснулся он того, будет ли гирокоптер получать повреждения, когда винт будет задевать деревья, дома и другие препятствия. Ведь сейчас несущий винт гирокоптера спокойно проходит сквозь препятствия в виде деревьев и при этом ни гирокоптер, ни деревья не получают повреждений. Фаотал ответил, что это вполне вероятно. Но пока что несущий винт не имеет коллайдера. Коллайдер, если кому интересно, это как раз та штука, которая отвечает за форму объекта для физических столкновений этого объекта с объектами окружения. И напоследок небольшой анонс от Джоэла. В следующем видео Джоэл обещает сделать обзор силовых ударов, а также анимации ближнего боя. Джоэл обещает, что силовые атаки будут управляться исключительно мышью, будут тратить намного больше выносливости, но и в то же время наносить в разы больше урона. А шанс нанести критический урон при силовом ударе будет в разы выше. В итоге рукопашный бой станет более интересным и не будет сводиться к тому, чтобы просто подбежать и тупо закликать противника. С сильным ударом, к примеру, противника можно будет сбить с ног и потом добить обычными ударами. Также Джоэл говорит, что нам придется более внимательно следить за выносливостью, чтобы не попасть в такую ситуацию, когда нужно убежать, а выносливости не осталось. Ну что же, на этом на сегодня все. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом выпуске и задавайте вопросы, постараюсь ответить. Если вам понравилось видео, ставьте свой честный лайк и обязательно делитесь этим видео с друзьями, мне будет приятно. Это были новости по игре Seven Days to Die на канале Сурвагер. Увидимся в следующих выпусках, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok